Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас, пусть Бог коснется вас. И я, прежде чем буду проповедовать, я хочу обратиться к вам, к верующим. И к неверующим также особенно, но сейчас больше к верующим. Придите к Иисусу. Я вас просто убеждаю, я вас прошу, я прошу вас просто от имени Его, от имени Бога, придите к Богу. Можно так находиться, на такой дистанции от Бога, что ты Его не переживаешь, ты Его не чувствуешь. Знаешь, костер горит, ты видишь, да, он горит, но ты не греешься, ты не получаешь от него ни тепло, ты ничего не можешь пожарить, ничего не можешь сделать. Ты далеко, твоя дистанция далеко. Слова, которые ты слышишь, они до тебя не доходят. Поэтому приди сегодня к Богу, я прошу тебя, просто приди к Богу. Есть очень много препятствий, есть очень много препятствий. Просто не представляете, сколько есть препятствий на пути к Богу. Но есть единственное, твое желание, оно проникает и побеждает эти все, преодолевает препятствия, и вы приходите к Богу. Бог – это самое большое счастье на всей планете. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Нужда в Боге». Нуждаться в Боге – это естественное состояние человека, так как Бог сотворил человека. Вот я видел, я отец, у меня есть дети, и я видел, когда рождается ребенок, он очень сильно, очень сильно нуждается. Нуждается в матери, нуждается в том, кто его родил. Очень сильно. Ребенок имеет эту потребность. И он постоянно вновь и вновь, у него это не прекращается. У него это не прекращается. И когда у него это происходит, он соединяется со своей матерью, ребенок, тогда он счастливый. Мы видим, насколько он блажен, насколько он счастлив, насколько он спокоен. Не только верующие люди нуждаются в Боге. Нуждаются абсолютно все, но не все осознают это. Я вот ко всем говорю сейчас, кто меня смотрит. Возможно, вы просто религиозный человек. Возможно, вы просто крещены в детстве. Вы просто иногда ходите в храм. Вы каким-то образом называете себя христианином. Может, у вас бабушка была христианка или родители. Но вы сам просто далекий от Бога человек. Но каким-то образом вы занимаете все-таки больше позицию, что вы христианин. Так вот, я хочу сказать, что большая река начинается с маленького ручейка. Со всего есть начало. Вас Бог зовет в отношения с Ним. Пока человек лично не познакомится с Богом, для него Бог будет далеким. Для него все будет непонятным. Для него будет все делаться с усилием. Каждый человек на земле нуждается сильно в Боге. Каждый. Счастье. Знаете, люди делятся на счастливых и несчастливых. Счастливые люди те, кто поняли, что они нуждаются в Боге и приходят к Богу за Богом. А что еще зачем-то можно прийти к Богу? Да. Например, за своим ответом, за решением ситуации, за какой-то нуждой. Восполняешь и уходишь, как в магазин. Для многих это не секрет. Для многих Бог – это супермаркет. Они приходят, отовариваются и уходят. Потом, когда у них все закончилось, они снова приходят, отовариваются и уходят. То есть, отношения с супермаркетом ни у кого нет. Кто-то имеет общение с супермаркетом? Супермаркет – это то, где ты берешь вещи, продукты, все, что тебе нужно, чтобы жить, и уходишь. Ты там находишься какое-то время, но сердце твое, оно все равно где-то в другом месте. И, имея нужду в Боге, можно неправильно ее восполнять. Многие заменяют идолами. Вы знаете, у каждого человека, возьми ты цивилизованного человека, возьми дикаря, у всех есть какая-то религия, форма, выражение, поиска Бога, кому-то молиться, кому-то приносить жертвы. Знаете, у всех есть религия. Нету такого племени или какой-то национальности, где не было бы никаким образом связано с религией. И многие заменяют вот эту внутреннюю пустоту. Которая есть у человека, а она у каждого человека есть, внутренняя пустота, заменяется всегда чем-то. Многие заменяют это идолами. И если ты, например, ты понимаешь, если, например, неверующий человек, он заменяет идолами. Например, у него есть хобби, у него есть там занятия какие-то, у него есть еще какие-то интересы в жизни. И он ищет, и он там отдушину находит. И ты понимаешь, у человека просто больше нечего и делать-то. Он поработал, и что ему делать? Ему еще жить как-то хочется. Но когда верующий человек, который пришел к Иисусу, не ищет Бога, но у него очень куча хобби, вот здесь какой-то странный большой вопрос, жирный вопрос такой, с жирной точкой. А Бог тебе на что? А Бог, это знаешь, это если хватит времени, я ему потом отдам свои грехи. Это помойка, это мусорное ведро, куда я прихожу и сплевываю то, что мне неприятно. И прошу у него прощения и ухожу опять. Мы помним, зачем пришел блудный сын к отцу? Он не пришел, он отца вообще не уважал, он отца не знал. Но когда он стал нуждаться, он пришел к отцу для того, чтобы жить. Отец ему нужен был для того, чтобы выжить. Он говорит, я умираю от голода, больше мне некому помочь, как только Богу. Если ты коснешься идолов верующих, то они будут против тебя злые очень. Очень много верующих занимаются ерундой, просиживают возле экрана. Смотрите, когда, например, у человека есть свободное время. Давайте честными будем сегодня. Бог нам не нужен. Я так думаю, и я прошу прощения, может быть, перед всем христианским миром, но мне кажется, что очень маленькому числу христиан действительно нужен Бог. Вот у тебя появляется свободная минута, что ты делаешь? Твои действия. Какие? Либо телевизор включаешь, у тебя дома играет телевизор. Либо ты куда-то уходишь, ты ныряешь куда-то. У тебя нету вот этого желания соединиться с Богом, открыть Слово Божие, окунуться, прыгнуть туда, раскаяться, просто плакать или смеяться, или радоваться, насыщаться Богом. У тебя нету этого. У тебя нету желания прославлять Его, петь Его и несколько часов потратить на это. Зато у тебя есть время на хобби, шмобби и дуробби. Послушайте, я не обличаю. Я касаюсь абсолютно каждого человека. Мы люди, все сделаны из одного теста. Никто не сделан из какого-то особого теста, а другой сделан, знаете, из-за трубей каких-то. Нет, все сделаны из одного теста. Из-за того, что мы потеряли связь с Богом, наше сердце из-за грехопадения крайне испорчено. И когда мы приходим к Богу, мы не приходим к Богу из-за Бога. Мы приходим к Богу из-за нашей нужды. Мы приходим к Богу с корыстными планами, чтобы Бог восполнил нашу нужду. И когда мы становимся христианами, мы не приходим к Богу из-за Бога. Мы приходим к Богу из-за нас, потому что у нас есть очередная нужда. И Бог, ты тот, кто восполни ее. Самое желанное, что есть у христиан, на что бы ответил Бог, это Бог. Дай мне больше денег. У меня будет море развлечений, и ты мне будешь вообще не нужен. Иногда я буду, конечно, вспоминать и приходить, и дань тебе отдавать, возможно. Но моя жизнь, она наполнится чудесами. Развлечениями всякими разными. Это истинные мотивы человека. Почему деньги? Деньги, вообще-то, мы им придаем ценность. Деньги творят чудеса. Деньги – это не просто бумажки. Деньги – это чудотворный Бог. И в Библии сказано, что это Бог этого века. И многие люди стремятся туда, чтобы именно тот Бог, который ближе к нам, к нашему телу, ответил на наши нужды и повеселил нас. Когда касаешься идолов людей, люди раздражаются и защищают своих идолов. Мы видим это даже в деяниях апостолов. Павел пришел, проповедовал Христа, идолопоклонники все такие, он против наших идолов, мы потеряем доход, давай убьем его. Я хочу сегодня сказать правду. Бог нам не нужен. Если нам нужен Бог, то по причинам, по пунктам, один, два, три – это то и все. Третье, пятое и десятое – восполни Бог. Но не Бог является нуждой. Ты можешь со мной спорить, но сам проанализируй свой день. Сколько времени ты проводишь с Ним? А нисколько? Нисколько! Библия не считается, чепуха в голове, мусор в голове, вообще люди сегодня верующие, Библию не считают, у них не пойми что. Им рассказывают со стороны, и они в это верят. Они в это верят, то, что говорят другие люди, но сами не изучают Библию, не изучают Писание. А если изучают без Духа Святого, то же ошибка. Хоть человек и разделен с Богом, отношения разорваны, но человек по-прежнему нуждается в Боге. И вот из-за этой нужды в Боге человек начинает искать Бога, но он не знает, что он как бы Бога ищет. Он ищет развлечения, он ищет хобби. Поэтому отсюда-то и пошли и театры, и кинотеатры. Откуда все это пошло? Это чтобы занимать пустое время человека. Не Богом, а ерундой. Вы скажете, театр – это ерунда, кинотеатр? Конечно, ерунда. Вы что, думали, я буду воспевать вам кинотеатр? Смотрю ли я фильм? Да, я могу посмотреть фильм. Если хорошая сцена, я могу посмотреть театр. Но по большей счету, это ерунда. Это попытка заменить Бога, Его славу, Его красоту, Его величие ерундой, человеком. И человек, он взирает на человека. Знаете, что там происходит? Там происходит все то же, что должно происходить в духовном мире. Там происходит поклонение. Поклоняются актерам, воспевают им чести, и так далее, и тому подобное. Идолы появляются, кубиры появляются, особые люди, много цветов, много почести, много всего. И человек заменяет пустоту пустотой человеком. Не Богом, человеком. И как вы думаете, куда придет человек, который, нуждаясь в Боге, ищет Бога, но не самого Бога, а он не знает, что он нуждается именно в Боге, он пытается вот эту пустоту заменить ерундой. И отсюда, знаете, иногда получается, обезболивающие. Это обезболивающие, знаешь, тот фильм, передача, интересная передача, более интересная передача, еще более интересная передача, еще более интересный фильм, еще больше и круче спецэффекты. Это все обезбаливающее. Ты пустой внутри. Ты пустой. Ты не встретился с Богом. Ты не встретился. Может быть, ты принял прощение грехов, но ты не встретился с Богом. Может быть, ты даже получил исцеление. Это милость Божья. Она течет ко всем. Ко всем. Ты не встретился с Богом. Я тебе говорю, ты верующий, но ты с Богом не встретился. Если ты против меня сейчас, ты точно не встретился с Богом. Счастлив тот, кто понял, в чем нуждается, или в ком он нуждается. Он понял, он пришел, он пришел к этому моменту, и он понял. И знаете, пророки они писали, Исаия писал, крайне испорчено сердце человека, крайне испорчено, как колючая изгородь, сердце каждого человека, его характер, как колючая проволока. Никто не ищет Бога, пророк Исаия пишет. Вы что думаете, он себя каким-то образом отделял? Он говорит, вот, народ такой грешный, а я здесь такой пророк великий. Никто не ищет Бога, только я. Однажды этот пророк Илья, Илья, он сказал, Господь, я один остался. Нет, это ты так думаешь, что ты один остался. И мои души ищут. Господь говорит, нет, у меня еще 7 тысяч таких, которые не преклонили колени. Итак, пророк Исаия пишет, никто не ищет Бога. Все совратились. Все совратились, каждый на свою дорогу. Знаете, мы каждый решаем свою пустоту внутри. Каждый. Мы даже молимся Богу и говорим, Бог, убери эту пустоту, убери от меня депрессию, убери от меня плохое состояние. Мы Бога просим, чтобы Он лишил нас вот этого поиска Богоискания. Оно в тебе. Бог тебя не лишит Богоискания. Многие, ища Бога, они подаются в наркотики, в алкоголь, в блуд, во все, во весь ужас и разврат, который мы знаем и который даже не слышали. Погружаясь. Это все. Они кричат. Люди кричат. То, что мы видим, реальность. Как люди сегодня пьют алкоголь. Я сам видел, на кораблях плавал, Таллинн, Хельсинки. Как люди телегами выводят, вывозят алкоголь. Большими телегами, тележками эти в магазине, вывозят алкоголь. Знаете, это крик. Крик души человека. Я нуждаюсь в Боге, но вместо Бога я пью пиво. А кто-то думает, фу, алкаш, пиво пьет. Но у него своя дыра. Он свою дыру по-другому направляет. Он во что-то другое поклоняет. Другому идолу он просто поклоняется. Но он не поклоняется Богу. Он также идолу. Человек, который судит другого человека, поклоняется идолу только другому и по-другому. Но он также остается на этом пути. И только те люди, та категория людей, счастливая, которые осознали, да негодяй-то я такой. Уже ни на кого он не показывает. Он говорит, я до сих пор в Боге не нуждаюсь. Когда у меня есть свободное время, я не иду к нему. Если я иду к нему, я иду ради себя. Я иду, чтобы поумнеть, чтобы мне потом что-то было сказать. Я не иду. Я не ищу Бога. Я не хочу Бога. Это не является моей ценностью. Бог не является моим приоритетом. Не является. Я являюсь своим приоритетом. Многие идолы в жизнях людей, это они сами. Это их я. Это самый большой идол. Я так хочу. Я так думаю. Я так сказал. Я, я, я. Это самый большой идол. Горе тем людям, которые нуждаются в Боге, но не могут осознать это. Они не могут это осознать. Блажены те верующие, которые помогают таким людям, находясь в горе, открывают им глаза. Помним, как все, как Филипп. Он был духом переселен на пустую дорогу. И там шел караван. И там въехал очень влиятельный человек. Он искал Бога, но он не понимал ничего. И пристал к этой колеснице Божий человек и стал объяснять ему. И вот, счастье ворвалось. Потому что он читал о Боге, не зная, что это Бог. Он искал Бога. Он был приличный, добрый, хороший человек. Но он не знал, кто такой Агнец Божий. Что он берет грехи всего мира на себя. Для него это проходило мимо него, мимо его разума, мимо его сердца. Он говорит, я не понимаю, о ком он читает. Либо он о себе рассказывает, либо о ком другом. Понимаете, человек, который ищет Бога, часто он не понимает, где его найти. И места, где он ищет Бога, они неправильные. Методы и средства, которыми он употребляет, неправильные. И вновь, и вновь он убеждается, и внутри вот эта пустота никуда не исчезает. Никуда. И ты не можешь понять, как меня найти, как меня найти. Даже многие верующие Бога не нашли. Я говорю со всей ответственностью за свои слова. Многие верующие Бога не нашли и не встречались с Ним никогда. Они встретились с Его любовью. Они встретились с Его исцелением. Может быть, даже приняли свое спасение. Но с Богом лично они не встретились. Они холодные, они черствые по отношению к Богу. У них Богу не то, что там 10%, нисколько, нету ничего не остается на Бога. Ни деньги, ни время, ничто, ни внимания, ничто, ни поклонения, ничего Богу не отдается из этого сердца холодного. Таким людям нужно встретиться с Богом. Таким людям нужно, поймите, ведь я сейчас не просто кого-то бью по голове. Я знаю, что я обличаю. Я это знаю. Поверьте, я знаю, что я оттыкую у вас. Вы что думаете? Я не знаю. Я целенаправленно это делаю. Но я хочу призвать. Я хочу призвать каждое теплое сердце христианина. Знаете, теплые люди защищаются от того, что они теплые. Если ты скажешь, что ты теплый христианин, он будет первый, это он будет защищаться. Он не упадет, он не начнет рыдать, он не начнет плакать и каяться и говорить, Господь, это правда. Это правда. Мое сердце, оно не ищет тебя. Все, что я думаю, это деньги. Это деньги. Я считаю, я пересчитываю. Это деньги. Это просто какие-то материальные блага этого мира. Не ты, Господи. Вот такой человек, знаете, он никогда, в основном, люди идут в позицию защиты. Они защищаются. Если ты хочешь помочь ему, то первое, знаете, я видел, сколько роликов мы видели, если, например, кто-то попал в капкан или олень там какой-нибудь в болоте застрял, его пытаются вытащить, за рога тащат, за хвост тащат, за ноги там, я не знаю, а он брекается. Он думает, что его убить хотят. Ему хотят помочь, а он брекается. Или там какая-нибудь там, я не знаю, рысь попала там в этот, в капкан. Она бегает бедненькая, с лапкой, и видно, что люди добрые, снимают на камеру и хотят ее поймать, прижать ее, капкан разжать и отпустить ее на свободу. Но она, знаете, оскаливается, она пытается бросаться, потому что она защищается. Послушайте, нам не надо перестать защищаться. Нам нужно рыдать. Иисус правильно сказал. Когда вели его на распятие, многие женщины плакали. Иисус сказал, не плачьте обо мне, плачьте о себе и о детях ваших. Иногда о детях надо плакать. То, как они живут, то, как они, какие у них планы на жизнь, то, как они проводят время. Надо просто, знаете, не вставать некоторым родителям с колен и просто рыдать. Рыдать перед Богом. Пока еще не поздно. Пока еще нету бед этих критических ситуаций. Когда уже волосы на голове рвут и не знают, что делать. Рыдать надо о себе и о детях наших. Это Иисус сказал. Он дал это нам направление. Обычно человек, если и приходит к Богу, то из-за проблем. Но самое грустное, что когда проблемы решены, то человеку Бог не нужен больше. Он не нужен. И вы знаете, Иисус, Он дает нам ответ. Иисус сам и есть ответ. Знаете, иногда, приходя к Иисусу за благословением, мы пропускаем самое большое благословение, это Он Сам. Это Он Сам. Давайте мы, знаете что, покаемся. Покаемся, это не означает, выйдем вперед, произнесем молитву покаяния. Нет. Давайте осознать, покаяние, это перемена в мышлении. Это перемена в мышлении. Давайте переменим мышление. Если Бог не был в центре моей жизни, Он не был в центре моего дня, Он не является в фокусе. Может ли такое быть? Да. И очень часто. Очень часто верующие, не потому, что они плохие люди, они просто из-за этого сердца, над которым нам надо работать. Поэтому Иисус дал приказ. Это заповедь, это как приказ, возлюбите Бога. Представьте, человеку, который этого не делает, ему говорят, возлюби Бога. Значит, нам нужно прилагать вначале усилия. Вначале нам нужно дисциплинировать свое сердце, а это означает, возлюби. Если, знаете, так говорится, говорится, сердцу не прикажешь. Сердцу не прикажешь, вот оно, вот и не хочет к Богу, вот и я буду ждать, пока оно захочет. Не жди. Тебе нужно обрабатывать его. Тебе нужно владычествовать над своим сердцем. И тебе нужно взять свою жизнь и сказать, с этого момента я сделаю все, чтобы нуждаться в Боге. Сколько ответов у тебя придет, сколько вопросов у тебя отпадет, сколько ненужных целей, пустых, отойдут на задний план в твоей жизни. Какой ты счастливый человек будешь, ты будешь, как цветущее, красивое растение в духовном мире, когда ты осознаешь, просто единственное, представь, тебе за всю жизнь, хотя бы если ты дойдешь к этому, ты победитель, ты осознаешь, я нуждаюсь в Боге. Я нуждаюсь, мне нужен Бог. Мне нужен сам Бог. Да, мне нужно исцеление, да, мне нужно финансы, да, мне нужна еда, да, мне нужна одежда, да, мне нужна машина, да, мне нужна новая машина. Но это не на первом месте. Это не на первом месте. Это не на первом месте. Во-первых, ты, Господь, мне нужен. Ты не представляешь, как Он счастлив. он царь царей господь господствующим его власти вся вселенная и он слышит если он услышит именно от тебя эти слова он он сконцентрируется на тебе с конце чтобы услышать для него это удовольствие для него это как для за в засуху человек пьет холодную воду как будто человек утоляет жажду когда он слышит слова идущие от сердца бог ты цель моей жизни бог ты радость моей жизни многие люди молятся бог реши все мои проблемы чтобы у меня не было проблем а давайте сегодня помолимся зрелой молитвой и скажем бог дай мне дикую боль когда я в тебе перестаю нуждаться чтобы боль меня привела к тебе чтобы меня вот эта пустота и вот это знаете как иисус сказал блажены нищие духом нищие дух вот это и есть вот эта нищета заставляет тебя искать 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 давайте осознаем то что мы не нуждаемся в боге и это цель этой проповеди цель этой проповеди чтобы нас привести в это состояние бог ты нужен мне ты нужен мне во всем во всем дне какие бы сферы жизни я не занимал в чем бы я не занимался ты нужен ней прославься через меня я благодарю тебя за эту жизнь что ты мне дал но я прошу просто прославься через меня приди туда где я нахожусь приди коснись остальных людей добро пожаловать всем добро пожаловать всем в царство бога в царство иисуса христа будьте благословенны